В эфир телеканала 24KZ заступила дневная смена. Я Кайжин Смогулов. Здравствуйте. Итак, казахстанская финансовая группа покупает 65% акций ведущего турецкого маркетплейса. Для нас, для нашей редакции это стало поводом поговорить о развитии в Казахстане электронной коммерции и как она влияет на другие отрасли, в частности, на индустрию туризма. Надеюсь, в этом мне помогут мои гости. Позвольте их представить. Вместе со мной в студии сегодня находится Даурин Ауталипов, заместитель директора департамента торговли Национальной палаты предпринимателей Атамикен. Приветствую вас. Добрый день. Нужен Биякаев, независимый эксперт по банковским вопросам, общественный деятель. Добрый день. А также Канат Елиусизов, вице-президент Евразийской ассоциации туризма. Приветствую. Кроме того, посредством видеосвязи с нашей студией могут общаться из Алматы Денис Степанцев, председатель Совета ассоциации «Цифровой Казахстан» и Мунирам Ахметова, председатель Республиканской ассоциации «Казахстанская индустрия туризма». Здравствуйте. Ну, что ж, прежде чем начать разговор, небольшой материал, подготовленный моими коллегами, как раз-таки цифры, иллюстрирующие состояние развития маркетплейсов в нашей стране. Около двух триллионов тенге потратили казахстанцы на маркетплейсах в прошлом году. В основном покупали телефоны и другие гаджеты на 486 миллиардов тенге. Реже приобреталась бытовая техника. На нее ушло 205 миллиардов. При этом доля холодильников, пылесосов и микроволновок в общем объеме немногим превысила 11,5%. Близо к этому показателю – удельный вес категории компьютеров. Далее по популярности – стройматериалы и автотовары. Ну что ж, господин Анатолипов, на ваш взгляд, о чем говорят эти цифры? Особенно если учесть, что рост за прошлый год произошел практически на четверть. Да, это очень правдоподобные цифры. Как мы все знаем, что и интернет-торговля, и так называемый e-commerce – это является таким мегатрендом. То есть в мире растет электронная торговля. Объем электронной торговли… Да, и Казахстан в этом контексте не может отставать от мирового тренда. И мы наблюдаем на нашем рынке тоже такой динамичный рост из года в год. Причем за последние, по моим данным, с 2019 годом, если сравнивать, то по итогам 2023 года у нас более чем 10 раз вырос вот этот оборот e-commerce. Когда мы говорим e-commerce, это электронная торговля товарами и торговля услугами. Услугами, да. А сейчас вы представили, насколько я понял, это… Пока только товар. Пока только товар. Поэтому это нормально. Вы считаете, что этот тренд на такой ураганный рост, он будет и впредь сохраняться, демонстрироваться? Да, я думаю, да. Если мы будем исторически смотреть, то из года в год, допустим, с 2022 годом, если сравнивать с 2023 году, более чем на 24% вырос вот этот весь e-commerce оборот. И учитывая то, что у нас большая доля торговли остается еще в традиционных и таких секторах, как базары, рынки, ожидается, что этот рост будет еще продолжаться. Ну, все ли, так сказать, игроки рынка довольны таким положением дел? Вот об этом хочу спросить у госпожи Ахметовой. Итак, госпожа Ахметова, как вы считаете, как на рынке туризма отразилось вот это бурное развитие электронной коммерции? Здравствуйте. Ну, вначале хочу поблагодарить, что вы пригласили именно рынок туризма на такое интересное обсуждение. Да, цифрализация и маркетплейсы, онлайн-торговля, интернет-торговля развиваются, так скажу, 10-мильными шагами. Мы светское развитое государство. Но, однако, я тут поспорю именно с точки зрения туризма. Туризм не продает электроприборы, он не продает товары народного потребления, он не продает то, что можно пощупать, понюхать, попробовать на взлух и так далее. Мы, значит, представители ту рынка продаем эмоции, мы даем настроение людям. Мы стараемся помочь человеку получить то, что он запланировал на какой-то отдых, на какое-то лечение или образование и тому подобное. Но никак мы не можем равняться с теми другими, скажу так, торговыми бизнесами, объектами, которые продают то, что можно обменять в случае, если оно сломалось, или срок гарантии какой-то, что он может его обменять, или, в конце концов, его сдать и отказаться от получения этого товара. Наш бизнес – это совсем другое. В нашем бизнесе обязательно должен присутствовать человек, который ощутил, попробовал и расскажет своему клиенту то, что тот хочет получить. Вы говорите о важности репутации, насколько я понимаю, да, в том числе? Да, это репутация, это имидж, это грамотность того человека, который обслуживает при обращении того или иного нашего сограждана или иностранца. Потому что тут идет полное взаимодействие человека с человеком. Значит, в нашем бизнесе есть такое понятие, как из трех Т. Первый – это туроператор, который формирует турпродукт. Второй – это турагент, который реализует готовый турпродукт от туроператора. Третьему Т – это туристу. И вот этот треугольник замыкается. Здесь обязательно присутствие должно быть человеческого фактора, живое общение и понимание то, что происходит. Я так понимаю, что вы имеете в виду, что как раз-таки из-за развития бурного маркетплейсов угол, отвечающий за турагента, он у нас как бы выпадает, правильно? Да, вы действительно правильно это заметили. Потому что у нас другого сегмента в туризме, в профильном законе, законодательстве, у нас не предусмотрено и не прописано. У нас вот есть три – это туроператор, турагент и турист. Никаких маркетплейсов, никаких онлайн-продаж, никакого агрегатора не должно быть, никакого субагентства не должно быть. Потому что у нас турагентство в основном – это женское лицо. 6,5 тысячи турагентов в данный момент бьют тревогу, просят помощи. Например, у нас случился резонанс по поводу Каспи Тревел и подобных платформ, которые стали реализовывать свои продукты, не видя туриста и предлагая такое неравноценное, неравноправное отношение. И здесь грозит тому, что турагент может вообще исчезнуть с лица нашего бизнеса. – Понимаю, понимаю вашу беспокоенность. Господин Елеусизов, как-то добавите что-то к словам коллеги? Или, может быть, у вас другое видение? – Я, конечно, добавлю. Конечно, прогресс он идет, его остановить невозможно. Маркетплейсы будут заходить. Но здесь есть вторая сторона медали. Это нужно тоже смотреть очень внимательно. То есть это потеря рабочих мест. Вчера я слушал интервью министра труда и соцзащиты. Правительство сейчас озабочено тем, что идет именно по рабочим местам. Нужно больше их создавать. А у нас сейчас получается наоборот. Их начнет вмешаться. Ну, например, помимо туризма, это же магазин дома, да, там прочее. Там всякие. Есть очень много этих дел. Вот поэтому здесь надо очень осторожно относиться. То есть как бы и прогресс идет, но в то же время государство должно регулировать этот рынок. Вот взять, например, опять туризм, да. Вот я с Монерами очень согласен, конечно. Вот здесь получилось так, что банки зашли на рынок туризма в виде Каспий Тревел, да. Но здесь получилось так, что вроде бы все хорошо, как бы турист может себе заказать путевку там на этом, да, то есть Каспий Тревел. Но дело в том, что здесь неравные условия с турагентом. Турагент уже не сможет конкурировать именно с банком. Банк как делает? Он, во-первых, рекламу дает через свои мессенджеры, да, то есть через свою платформу. Потом они дают рассрочку туристу, да, то есть бывает там же и на полгода, и на год, даже на два дают. Если мы тут немножко затрагиваемся в финансовой грамотности, то рассрочка – это же тоже кредит, по сути. Деньги надо возвращать, это тоже войдет вопрос закредитованности населения. Вот. И если турагент тоже хочет дать, ну, как бы связан с Каспий Банком и хочет дать рассрочку, то банк с турагента берет 12%. То есть турагент становится неконкурентно способным. Из-за этого идет закрытие этих турагентств. Как вот иммунерам сказала, 6,5 тысяч, ну, есть опасность, что потеряется, ну, во-первых, турагент закроется, во-вторых, у каждого турагента все равно 2-3, бывает 4-5 менеджеров, да, то есть сколько потерь рабочих мест. Вот. Поэтому об этом нужно думать, и надо это регулировать, потому что турагенты, я знаю, они писали эти письма и в министерство, и в курирующий орган, но получали такой ответ, что вы препятствуете прогрессу. Ну, здесь надо по-государственному подходить к этому вопросу, как это теряете, ну, давайте тогда, куда, у нас сейчас, смотрите, у нас идет бюджет, дефицит бюджета, и у нас идет социальная нагрузка на бюджет. И если люди будут терять рабочие места, эта социальная нагрузка будет увеличиваться. Ну, то есть вы хотите, чтобы государство вмешалось, как бы, в эту ситуацию, и, так сказать, свое... Обязательно. Оно должно это срегулировать, не должно пускать на самотек, обязательно должно регулировать. Ну, на самом деле, вот, так сказать, здесь у меня свое мнение, но, так сказать, давайте выслушаем всех наших участников, поскольку, мне кажется, необходимо рассмотреть ситуацию с совершенно разных сторон. Итак, господин Степанцев, вам слово, так сказать, чью сторону займете? Поддержите ли вы, так сказать, свободное развитие электронной коммерции, так сказать, без вмешательства государства? Или поддержите господина Елеусизова, который считает, что государство все-таки должно вмешаться и каким-то образом начать регулировать это взаимодействие и противоречие? Спасибо большое за вопрос, Кайжан. Но у меня есть любимая фраза такая, что бизнес развивается там, где меньше всего государство. Вот, ну, теперь я именно касательно тревела попробую с другой стороны, да, другую медаль показать этой ситуации. Я очень люблю статистику, и давайте к цифрам подойдем. Допустим, сколько было продано путевок у нас там с января по сентябрь 2024 года? В прошлом году, с января по сентябрь 2023 года было 691 тысяча, то есть привод на 23%. Ну да, по нашим данным, по нашей статистике, то есть онлайн занимает всего лишь 8% этого рынка. Он только-только развивается. То есть, чтобы говорить о том, что это как будто составляет угрозу именно уфлайновым продавцам, да, вот именно турагентствам, нет. А если бы уж мы заговорили, поскольку Каспи Тревел является членом моей ассоциации, то есть Каспи Тревел, он не делает конкуренцию именно в офлайне турагентствам. У них собственный профиль клиента. О чем я говорю? То есть мы делали исследование, мы говорили с коллегами, получается, что именно клиент Каспи Тревел, это ребята, те, которые раньше самостоятельно покупали на сайтах билеты, сами через Booking заказывали гостиницы, ну, через другие приложения. То есть это те, кто знает… Те, кого раньше называли дикарями, да, то есть… Ну, можно, да, так сказать. И именно молодое поколение, то, которое привыкло все делать в онлайне. Судя по тем цифрам, которые я сказал, ну, то есть никакого уменьшения не происходит. У каждого есть свой клиент. Кто-то хочет именно покупать в офлайне, и он хочет к своему именно турагенту. Каспи Тревел – это такой же тоже турагент, только в онлайне. У него нету оффлайновых точек, и он… Почему? Потому что он не конкурирует именно с оффлайнами турагентств. Ну, если… То есть вы призываете, как бы, так сказать, товарищей из туристической индустрии не пугаться и не переживать, так сказать, по этому поводу. Да, и если мы говорим про именно то партнерство, потому что есть Каспи Тревел, есть Каспи Ки-Зет, да, то 3000 турагентств сотрудничают с Каспи Ки-Зет, мы это прекрасно знаем. То есть более из них там 600, около 600 с лишним участвуют в этих программах рассрочки. И, соответственно, мы видим, рынок развивается, это классно все. Можно я возражу? И это людям… Кстати, возрождите, пожалуйста. Можно я возражу? Да, можно я возражу? Хорошо. Я категорически сейчас возражу, как появился Каспи Тревел с неравными условиями, которые продиктовал рынку, 43% продаж легли на Каспи Тревел. Это о чем говорит? Я сама имею, собственно, еще бизнес, кроме того, что у нас ассоциация. Мои продажи просели на 60-70% в связи с тем, что мои туристы ушли в Каспи Тревел. То есть вы это напрямую связываете как раз-таки с… Каспи Тревел пользуется привилегированным положением. Если же он хочет себя говорить и проецирует как турагент, он должен уйти из платформы Каспи Банка и быть на уровне со всеми турагентами на тех же условиях, без всякой расточки, конкурировать на равных и, скажу так, уважительных нотах. А не так, как сейчас Каспи Тревел пользуется теми привилегированными. Кроме того, Каспи Банк обзванивает своих клиентов, которыми являются наши турагенты, и говорит, почему у вас продажи упали. Извините, пожалуйста, продажи упали, потому что вы поддерживаете Каспи Банк, свой Каспи Тревел. Так, госпожа Ахмедовна, у меня мои супруги турагентства, и тоже звонили в Каспи Банк и спрашивали, а почему у вас продажи упали. Да потому что, как только Каспи Банк объявляет рассрочку на два года или на год, сразу падают продажи турагентов. Клиент уходит туда. Клиент уходит, даже те, которые всю жизнь обслуживают в этом агентстве, они туда уходят. Понимаете? Это неравномерная конкуренция, это нельзя от этого допускать. Понимаете? Ну, Каинжан, мне кажется, можно добавить? Да, да, да. Да, единственное, то есть, во-первых, 42% я не согласен. То, что это озвучилось на конференции по туризму, мы это говорили о том, что это неправильные цифры, я про это сейчас сказал. А где вы берете цифры, извиняюсь спросить? Ваша статистика откуда берется? Ну, она же открытая статистика, она берется от Комкора, сколько там общей продажи. Комкора это не вся статистика туризма, поймите. Это просто, это фонд защиты. Берется общая информация про туркодов, и берется информация, которая продается через онлайн. Вот и все выводится. Хорошо, итак, у вас разное видение. Сейчас минуту еще добавлю. Мы не против этого онлайн-продажа, да? Ноу-хау, да. Да, мы не против, мы не можем этого препятствовать. Мы единственное просим, чтобы были равные условия конкуренции, поймите. А вот эта вот подача вот это в рассрочку, это как раз и нет конкуренции. Вы считаете, что это нарушает, как бы, правила конкуренции? Это покашивает всех парагентов. Так, мы еще не дали выставиться господину Берякаеву. Да, если можно, я поддержу, наверное, в большей степени все-таки коллег по сфере туризма. Почему, да? Потому что вообще, как бы, банки увлеклись, скажем, не основной своей миссией, скажем так, условно. Понятно, что вы правильно сказали, век технологий, ноу-хау, да, вот эти рассрочки появились. Ну, давайте сейчас Каспий Travel, ой, Каспий везде будет, там, внедрять Каспий, там, авто, Каспий, там, шубы, Каспий, ну, и всякое такое, да. Ну, то есть, банк, он и должен быть банком, да, его основное направление, то есть, по своей лицензии, кредитования, плюс операционная деятельность. В данном случае, я, наверное, все-таки здесь склоняюсь больше, что вот, хорошо, госпожа Ахметова сказала, привилегированные, да, положения. То есть, получается, как будто здесь позицию монополиста уже Каспий, как бы, уже занимает, вот, только за счет того, что он там разносторонне предлагает. Я думаю, что они с вами не согласятся. Ну, относительно, ну, какая-то доля рынка, наверное, там, в составе всех банков, скорее всего, там, 50%. Ну, я сейчас именно в разрезе банка второго уровня, что, наверное, все-таки Каспий предлагает больше, и, возможно, раньше он предлагал. Теперь, смотрите, на фоне всего этого, опять же, меня, как эксперта, каждый год беспокоит то, что Каспий детально не проводит отбор поставщиков. Или без рекламы. Да, без рекламы, так сказать, не упоминаю. Банк с красным лейблом не проводит качественный отбор своих поставщиков. Мы знаем очень много кейсов. Не скажу, что в сфере туризма их было много, но это надо отслеживать соцсети какие-то, там, СМИ, где было много скандалов, там, связано с рассрочкой именно через туроператор, допустим. А вот касательно других поставщиков, кейсов выше крыши, любое направление возьмите, вы скутер покупаете, либо там лодку, либо еще что-то, обязательно вы нарветесь на фейк, вы нарветесь на фронт, на мошенников. И это все, что связано, что вы покупаете через приложение. Да, но Marketplace, насколько я знаю, не отвечает, так сказать, за... Вот это и плохо, вот эти стандартные письма, отписки вот этого банка с красным лейблом, я вам скажу, он говорит, мы не отвечаем за действия поставщиков. А тогда зачем вы такой Marketplace создали, где вы, получается, опять же, как я говорю, да, сталкиваете проблему гражданина. Он, значит, идет к вам как клиент, даже если он не ваш клиент постоянно. Он проходит, он видит, что окей, за миллион тенге я сейчас себе вот этот Ямаху куплю. Вот был сезон, когда вот летом многие хотели покупать мотоциклы. И кейсов очень было много. Люди попали, нет такого поставщика, не существует. Вроде бы забиваешь потом BIN, IIN, он где-то в регистрации есть, де-факто сейчас его уже нету, он закрыт. И вот этот вот банк, вот этот контроль он не проводит. Да, но давайте будем, так сказать, и возможно здесь, здесь возможно, может быть, и такая же случая будет, не дай бог. Вот связано с разрушками. Ну, конечно, понимаю, не очень будет приятно, если человек уедет за границу, а потом не сможет. Вернее, он даже не сможет уехать. Деньги возьмут, оформят, но он не поедет. Ну, давайте будем объективны. Если я не ошибаюсь, ни один маркетплейс не несет ответственности за своих продавцов. Ну, вот это же и плохо. Которые там работают. Да, можно я добавлю атернативное мнение? Я не то чтобы хотел поддержать коллегу Дениса Степанцева, я был бы еще категоричен более. Так. Вот смотрите, мы, надо исходить из бизнес-модели. Чем совершеннее бизнес-модель, она снижает транзакционные издержки. Как известно, транзакционные издержки у нас есть везде, и в производстве, и в торговле, и в других сферах, в сферах услуг. Вот, допустим, если брать центробежный фактор, это потребитель, гражданин Казахстана или гость наш, он идет в какое-то турагентство, узнает цены, и чтобы узнать альтернативную цену в другом месте, он должен топать, идти на автобусе, на такси, понимаете, это вот транзакционные издержки. Мы сейчас не только про услуги говорим, мы говорим и о покупке товаров, развлечения, это все. Поэтому агрегаторы, они намного облегчают жизнь, понимаете. Мы сейчас тратим время не на сравнение цен, там, идти на базары, а вот просто мы сравниваем, зашел в один агрегатор, в вторую платформу и сравнил, и заказал. Но что это удобно, никто не спорит. Если хотите улучшать бизнес-модель, это только вот надо работать над бизнес-моделью. Они тоже не жалуются на Амазон и говорят, там, регулируйте Амазон, пожалуйста. А развиваются альтернативные платформы. Это GD.com, это Rakuten, это eBay, Walmart в Америке. И везде так. В России сколько у нас платформ. И, кстати, недавно я писал про статью, про такую интересную статью. Есть книжка Ника Сринчика. Платформизация бизнеса называется. То есть большие платформы, они, конечно, замыкают на себе вот эти все бизнесы. Не все, конечно, но определенные. И в силу совершенной бизнес-модели, они предоставляют более лучшие условия для потребителей. Это нельзя забывать. Мы сейчас однобоко смотрим. Вот если смотреть с позиции, вот, допустим, я когда командировку оформляю, я звоню. Я смотрю, раньше звонил, я даже ходил. А сейчас заказываем онлайн, где дешевле, там не покупаем. Ну, удобство. Да, удобство. Я немножко возложу. Сейчас турагентства в основном все работают онлайн. Никто сейчас в офисе, мало кто сидит. Сейчас после пандемии все научились работать онлайн. Просто клиент звонит турагенту, у него полностью консультируется, он ему делает подборку, находит отель. Он потом, если эта информация идет и покупает просто на Каспии платформе. Удаленно даже? Да, удаленно. Сейчас все работает так. Но я еще раз повторяю, мы не против прогресса, не против маркетплейсов. Мы за то, чтобы конкуренция, ну, это здоровая конкуренция была. А не так, что кто будет конкурировать с банком, да никто не сможет. Если такие рассрочки даются, а еще потом турагенты, как он, вот товарищ говорил, да, вот они сотрудничают с Каспий Банком. Так Каспий Банк из них и берет потом 12% за ту путевку, которую они продали. Вот в этом вот и вся соль сидит там. Здесь нет конкуренции. И основное, я коротко скажу, что нашим гражданам, видите, надо понимать, что понятно, что вы в рассрочку берете, поскольку вот не сразу финансов, допустим, да, купить даже по основной своей цене. В рассрочку, естественно, будет там, ну, сидеть, естественно, да, надбавка будет сидеть. Это удобно видеть тем гражданам, кто едет не один, то есть целой семьей. Да, естественно, он не может сразу проплатить глава семьи, он берет в рассрочку. Только с таким образом. И опять же, еще раз говорю, это все как бы окей, там понятно, что все поддерживают такие моменты, многие поддерживают. Но самое главное, чтобы здесь не было вот этих вот огрехов с поставщиками. Ну, смотрите, вот, вот уже правильно сказал, да, вот, как, что такое здоровая конкуренция? Вот, вот, Каспи Тревел, да, у них есть платформа, ему же по нулевой ставки дают в рассрочку. Ну, дайте тогда турагентам, которые там с ними взаимодействуют, тоже по нулевой. Тогда будь здоровая конкуренция. Принцип справедливости, да. И не будете возмущаться, а то, извините, ему по нулевой, а им с 12% еще с предпринимателя забирают. Цена сразу растет, и он не сможет конкурировать с Каспи Тревелом. На практике, как вы видите, вот, скажем так, это решение, то есть, необходимо будет как-то обязать, получается, платформу? Да, да, то есть, если Каспи Тревел работает, то есть, давать всем турагентам, кто с ним ходит, тоже по нулевой ставке. То есть, они должны, то есть, турагент тоже, мы должны иметь, должны иметь право давать в рассрочку. Ну, по банку не должен платить эти 12%, по нулевой. Тогда будет и конкуренция. Никогда мне против этого не иметь. Госпожа Ахметова, госпожа Ахметова, что скажете? Я согласна, или же должны турагенту дать те же условия, которые продиктовал Каспи Банк Каспи Тревелу. Или Каспи Тревел должен уйти из платформы Банка и жить на тех же условиях, что живет турагентский. Или про турагент Каспи Тревел тоже 12%. Потому что сейчас получилось, что турагент должен 12% оплатить из суток кармана. Тогда как он не имеет заработок от туриста, он имеет зарплату от туроператора. Я вас понял, я вас понял. Так, господин Степанцев, судя просто по, так сказать, по внешнему виду, вы не согласны с такой постановкой вопроса. Тревел, конечно, не согласен. Я присоединяюсь к Даурену, к его тезисам, о которых он говорил. Но и также я хочу еще раз напомнить, то есть определенные вещи, да, сказать? То Тревел это турагент, это не банк. Вот здесь все время говорят, этим банк занимает эта платформа банка, абсолютно нет. Это туристическое агентство, оно действует по уставу, кота-кет у них есть соответствующие. Но то, что они аффилированы, это очевидно. Да, потому что акционеры, фланг из бизнеса везде, это первый момент. Это, кстати, не запрещено, если что. Закон об этом не запрещено. Ну и тогда пусть берет 0,12%. Да, в тот момент я как и говорил о том, что сколько именно людей сотрудничает именно компанией, сотрудничает с данной платформой. Теперь я хотел немножко акцент сдвинуть, если можно, да, как говорят. Вот говорят о том, что существуют какие-то моменты там именно по электронной торговле, есть жалобы. Но давайте к статистике вернемся, именно вот какую хорошую статистику Дауленд на прошлый раз приводил. У нас сейчас, мы будем так говорить, около 36 тысяч жалов вообще Комитет защиты прав потребителей. Из них 8 тысяч – это на электронную коммерцию. Если мы еще туда больше провалимся, да, Кайжан, то там будет следующий цикл, что около 18 жалуются на магазины, которые на маркетплейсы, 30 – это интернет-магазины, все остальное – это социальные сети. То есть где больше самозащищен именно покупатель, потребитель? Он защищен именно на маркетплейсы. И то, что делают платформы, вот, не только она, которая сейчас почему-то здесь обсуждается, а многие, их у нас около шести в Казахстане присутствует, этих платформ. То есть, это вот, знаете, как раньше, помните, была в магазине, пыли валялась книга жалобы предложений. Да, 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 да. Что туда писалось, что туда писалось? Никому не интересно. Сейчас это все, да, сейчас это все прозрачно, сейчас это все в онлайне. Вы можете оставить отзыв, вы можете поставить какой-то рейтинг продавцу. А на эту площадку они бы внимания обращают, и если он действительно нарушает правила защиты прав потребителей, его просто-напросто забанят. Это очень прозрачно, потому что, ну, плюсы какие? Бизнес продает товары, увеличит свои доходы, растет, создает рабочие места, платит налоги. Что государство получает? Безналичный товароборот, налоги и поддержка МСБ, о чем мы сейчас в последнее время и говорим. То есть про малый и средний бизнес, про его поддержку. А вот, и немножко еще цифр, если позволите, немного, мы проводили собственное исследование касательно, опять же, рассрочки. И самое, что интересно в рассрочку, Кальжан, наоборот, стоимость товаров, она снижается. Вот мы, я вам приведу цифры определенные. Категория телефонных гаджетов снижается на 2,1%, мебель на 3,5%, автотовары 2,1% и так далее. Это можно перечислять. Почему? Да потому что за счет объемов именно предприниматель старается больше продать. А именно турпутевки снижаются или нет? Да, вот. Вот видите, основная позиция, основная тема, как только Кашпий банк объявляет рассрочку, туроператоры поднимают цены. Хорошо, пока мы далеко не ушли от темы, скажем так, нарушения прав потребителей, хочу показать один материал, подготовленный моими коллегами. Дело в том, что уже более 5000 казахстанцев столкнулись с мокшеничеством несуществующих магазинов, почти столько же были обмануты при покупке товара на сайтах компаний и площадках известных маркетплейсов. И в связи с этим в стране сейчас разрабатывают закон для защиты прав потребителей. Давайте посмотрим материал. Так, какой-то у нас технический небольшой сбой произошел, но тем не менее, так сказать, материал на эту тему у нас есть. Ладно, время идет к концу программы, и мне кажется, уже пора попробовать сформулировать какие-то итоги. Что можно или нужно делать, чтобы эту ситуацию решить? Туриндустрия со своей стороны предлагает некое вмешательство государственное. То есть вы считаете, что лучше будет на законодательном уровне, может быть, и так далее, уравнять эти правила игры? Я на своем опыте знаю, я занимаюсь общественной деятельностью, извините, больше 15 лет. И там, где государство не регулирует, там всегда приходит бардак, честно говоря. Это и в туризме произошло, когда убрали лицензию для турагентств, у нас и пошел ломаться туртический рынок. Я считаю, что государство не вмешивается, оно должно регулировать вот эти моменты, вот как я говорил про туризм. А вы не боитесь того, что у нас в экономике и так, мне кажется, чрезмерное присутствие государства, и когда чиновники начинают управлять какой-то отраслью? Присутствие, знаете, когда? Это когда открываются квази-государственные предприятия. В частности? В частности, да. Вот там, да. Там, когда вот заходит какое-то предприятие государственное, оно начинает всех потом подминать. Ну, то есть вы имеете в виду, что вы требуете как бы не участия, не присутствия, а правила игры от государства? Да, регулировать, не отмалчиваться, не оставлять это на как бы потом. Когда закроется вот 6,5 тысяч турагентств, когда придут все на СП вставать, вот тогда государство по-другому заговорит. Понимаете? Понимаю, понимаю. Потери рабочих мест, это очень важно, вы поймите, это социальный взрыв. Да. Вот этого надо бояться, а не там вот, что кто-то там, мы против. Мы не против прогресса, но надо очень внимательно идти к этому. Ну, как бы обдуманно, а не так, ну, давайте все, маркетбресс и все. Понимаю, понимаю. Государин Алтолипов, что скажете? Да, я бы так резюмировал. Где меньше доли государства, там большая эффективность. У нас основные магистральные законы есть, это закон о защите прав потребителей, где адекватно выровнена доля электронной коммерции с традиционными торговыми каналами. Это первое. Второе, у нас есть закон о торговой деятельности, есть подзаконные акты о внутренней торговле. Все, у нас основные законодательные базы есть, только работать. И я бы хотел сказать еще одно, вот мы не только тур услуг, есть education technology, сейчас даже телемедицина развивается, сектор услуг, это все переходит в онлайн. И только зарождающийся у нас драйвер национальной экономики, который мы ставим цель поднять, сейчас она вообще мизерная. 12% от розничного оборота. Правительство ставит цель довести этот показатель до 20% от общей розницы к 2030 году. Если государство начнет сюда вмешиваться, то мы рискуем... Нельзя сюда вмешиваться, у нас очень хорошая законодательная база, только надо поддерживать и развивать. Понимаю. Госпожа Ахметова, попробуем сформулировать некое резюме в виде уже практических своего рода рекомендаций. Знаете, я не против маркетплейса в нашей жизни, но не в туризме. В туризме должно быть подход, вот с учетом тех ошибок, которые сейчас происходят на рынке, и тем резонансом, который поднял турагентский рынок, нужно это все исправлять. То есть, туризм не может быть внесен на одну ступеньку и на равных условиях с другими видами бизнеса. Почему? Это совершенно другой сир. Почему? То есть, я имею в виду, что возможно, что сейчас нас с вами разговор смотрит, ну, например, владелец какого-то бутика, где продается одежда. И он точно так же, как и вы, может апеллировать к тому, что, так сказать, если маркетплейсы начнут активно продавать брендовую одежду через интернет, то его продавцы останутся без работы. Понимаете, я еще раз повторюсь, мы не продаем товары потребления, мы не продаем электротехнику, мы не продаем продукты питания, мы продаем людям настроение, эмоции. Это совсем другой вид бизнеса. Наше профильное законодательство не позволяет никакого субагентства, никакого там маркетплейса, никаких агрегаторов. Здесь совсем другой вид бизнеса, где без человеческого фактора просто не бывает нормального тура. Вспомните, недавно только произошли события с пандемией, когда турагент 24 на 7 помогал найти своего туриста на каком-то острове, помогал ему вернуться. Здесь необходимо именно соучастие двух живых людей, туриста и турагента. Без этого не может быть. Если же все-таки маркетплейс, но никак без него туризм не может не войти в туризм, то он должен войти в другой оболочке. То, что мы уже сегодня, вот три человека здесь говорим, что здесь должны быть продиктованы, всем одинаковы. Сейчас то, что происходит, это полное безобразие. Почему-то турагент не нуждает оплачивать с кармана. У него и так низкоморжальный бизнес. Нет, тут все какие-то интересные, макаром все выходит боком всех. Пожалуйста, не платите 6,5 тысячи турагентств, и в каждом турагентстве минимально 5-10 человек работает. Умножьте на это все. Прошлую неделю турагентский рынок забомбил все инстанции письмами. Отправлено более тысячи писем в Аккорду, все профильные организации. Услышьте нас, пожалуйста, люди. Именно поэтому мы и затеяли этот сегодняшний разговор. Хорошо. Можно две секунды? Я добавлю насчет регулирования. Сказали, есть закон о торговле и прочее. У нас тоже есть закон о банках, которые регулируют. Однако же у нас в последнее время какой наплыв идет интернет-мошенничество, когда оформляют кредит. И если здесь государство не вмешается, вот тогда будет точно социальный взрыв. Поэтому здесь обязательно же будут регулированы. Здесь в дополнение сразу продолжу. И за счет, если не дай бог, эти все рассрочки, если попадут наши граждане, не дай бог, попадут по всем вещам, связанные с маркетплейсами. Правильно сказал коллега, регуляторная функция. Какое-то агентство, как по принципу, что у нас агентство по регулированию развития финансового рынка, курирует банки МФО. Вот здесь, наверное, тоже нужно будет для того, чтобы в дальнейшем вот этих вот, наверное, проблем не возникало. Опять же, со своей стороны, как и банковский эксперт, все-таки скажу, что понятно, 21 век технология, ноу-хау, но все-таки здесь нужен действительно официальный контакт. Если все так делать удаленно, у нас много будет кейсов, где люди будут залетать как на товары народного параллета, так и на услуги. Вот то, что госпожа Ахметова говорит, что они продают только услуги, реализуют. И поэтому здесь еще один, кстати, момент, пока я не забыл. Все-таки отдельный вопрос вот к банку с красным лейблом. Там надо смотреть, вот для меня уже интересный стал этот кейс по закону об акционерных обществах, вот такие вот диверсификацию бизнеса вообще имеет ли право банк разветвлять, скажем так. Вот первый вопрос. И второй вопрос. У нас, согласно закону о платежах и переводах, согласно закону о защите прав потребителей, есть такая статья, что, ну, опять же, товар либо услуга, которая продается по НАЛУ, неважно, каким способом вы рассчитываетесь, наличными, безналичными, переводом, у вас цена должна быть единая. А у нас здесь получается, если ты берешь рассрочку через банк с красным лейблом, ты переплачиваешь. Вот это тоже второй момент, который идет в разрез законодательства. Мы об этом говорили, если вы помните, мы обсуждали темы, когда началось повальное обналичивание, что будут проверки со стороны КГД, там на рынках мы не могли уже расплатиться вот этими, ну, поняли, да? Помню, помню. Только наличку требовали. Вот здесь вот эта статья как раз шла в нарушении. И здесь вот, наверное, можно тоже применить вот эти нормы закона к банкам. Почему так получается, что когда берут через ваш именно маркет, через ваш портал, в рассрочку, цена в разы становится другой. Хотя на самом деле вот эта путевка стоит вот столько-то. Ну, я думаю, это уже... Вот это, кстати, большое для отдельного возможного разговора. Но господин Степанцев, вам, видимо, предстоит поставить точку в нашей сегодняшней беседе, ну, или многоточие, если мы еще раз вернемся к этой теме, сказать, еще раз, ну, и уже, опять же, в практическом плане. Может быть, у вас есть какие-то идеи, сказать, как можно вот это противоречие, к которому мы, я так понимаю, сегодня к консенсусу не пришли, но как его, может быть, попробовать разрешить? Ну, первое, то, что, Кайжан, прогресс не должен останавливаться и по цифровизации, как вы знаете, Казахстан. Это мы уже, да, проговорили. Да, уже в первой десятке там трамп, вот, именно даже по госуслугам, если мы даже будем смотреть, это первый момент. И второй момент, вот, чтобы прямо, может быть, даже поставить многоточие, как вы правильно сказали, решение нужно принимать на цифры. Не на эмоциях, не на еще каких-то, да, моментах, а именно на цифры. Когда цифры показывают, что есть какая-то проблема, тогда нужно уже принимать какие-то миномеры. Но на текущий момент я ни по рассрочке не вижу, ни по, допустим, именно туристической отрасли я проблем не вижу, потому что те цифры, которые имеются у нас, статистика, вот, оно говорит совсем об обратном. Спасибо. Ну что ж, мир меняется, и меняется не всегда, так сказать, в ту сторону, как нам хочется. Но в любом случае, думаю, что эти изменения, они приводят к тому, что и рынки будут меняться, и, видимо, так сказать, набор услуг для клиентов, а клиент в любом случае всегда прав, тоже будет меняться. Я же, как покупатель, со своей стороны буду делать выбор, видимо, просто опираясь, так сказать, опираясь на возможности своего кошелька. Надеюсь, что все будет хорошо. Огромное спасибо всем моим собеседникам. Мне же остается только передать слово моей коллеге из редакции новостей на государственном языке. Итак, Алия, приветствую. Что у вас нового? Ну что ж, будем смотреть. Огромное спасибо всем моим собеседникам. Это все, что мы успели обсудить в данной минуте. Дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала 24КЗ. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин